Приветствую вас, ну и, наверное, детский психолог помогут вам лучше в данном вопросе. Но раз вы спрашиваете в общем разделе, то я постараюсь вам ответить на вопрос максимально обробно, насколько это мне позволяет моя компетенция. Первое, если нужно сказать, то, что у подростка сейчас происходит, вообще-то говоря, телестройка всех ценностей, и он, подросток, сейчас представляет себя всему миру. И это нормально. То есть, что происходит? Происходит только человек, уже по сути дела готов к росту, он готов вступить во взрослую жизнь, но еще, понятное дело, еще в нее не вступил. И именно по этой причине, по той, что он уже готов вступить, но еще не вступил, у подростка появляются все характерные черты в поведении, которые свидетельствуют о его желании самостоятельно обустраивать свою жизнь. То есть, что такое ответственность? И что такое отвечать за свои слова? Человек еще не знает, потому что ответственность до этого несли за него вы. Скорее всего, значит, и из-за этого, из-за вот подобных ситуаций возникает такая, такое противоречивая, значит, противоречивая, противоречивая ситуация, когда с одной стороны, человек хочет быть взрослым, человек хочет позиционировать себя как независимый, да, как самостоятельный и прочее, но с другой стороны, человек не несет еще ответственности за свое поведение, за свои поступки, и вследствие этого раздается конфликт. Что вам нужно делать в этой ситуации? Во-первых, понять, что на данный момент подростка совершенно бесполезна к чему-либо принуждать вы его таким способом еще больше настроите против себя только, и делать этого на самом деле не нужно. Во-первых, вам нужно не давить на человека, по возможности, конечно, не давить на подростка вообще. Стараться, чтобы человек сам почувствовал свою ответственность, при этом при этом вы сами имеете полное право не обеспечивать его тем, что, ну, например, он от вас хочет получить. То есть, понимаете, это по-прежнему зависимый от вас человек, подросток. Это по-прежнему зависимый от вас человек. И он свою зависимость от вас пока не осознает. И вот, чтобы эта зависимость им осознавалась, нужно поставить его в соответствующие условия. Какие условия? Условия, когда подросток делает то, что хочет, все, что хочет, как хочет, но при этом не получает вас поддержки. Никакой. Совершенно. То есть, если подросток отказывается делать то, что нужно, то, что, ну, то, что вы считаете нужным, то, что он должен делать, то он может этого не делать, но тогда он не будет получать того, что он хочет. То есть, то есть, вы не будете обеспечивать его теми благами, которые вы обеспечиваете. И вот это все нужно до него донести. Эти моменты нужно до него донести, что он не получит того, что хочет, если не будет действовать так, как нужно вам, так, как нужно ему. И вот это первый главный аспект того, о чем мы с вами, ну, того, о чем я говорю. Далее. Далее. Значит, следующий момент. Этот момент, вот, называется партнерским. То есть, вы можете договариваться с человеком, вы можете договариваться с ним о том, что вот, что-то вы делаете для него, и что-то он делает для вас. И тогда, если вы договариваетесь с ним о чем-то, если вы договариваетесь с ним о том, что касается вот непосредственно того, что он должен сделать, то ему, соответственно, придется оказаться в ситуации выбора, когда он может делать все, что хочет, но при этом не получать того, что он хочет. Потому что это можете дать только вы ему, а можете вести себя по сути дела так, как и сейчас. И при этом оставаться по сути дела изгоем. Ну, это я так утрирую, конечно, но надеюсь, вам понятно. И следующий важный момент, о котором я хотел бы вам сказать тоже. А если он, я имею ввиду человек, подросток, не хочет учиться и не хочет делать какие-то вещи, да, то это означает, что у него есть конфликт внутри, личностный конфликт, конфликт. И именно личностный конфликт сего и заставляет человека, заставляет его вести себя таким образом, да, так, значит, что он не желает действовать так как суть. И вот я очень хочу, я очень хочу, чтобы вы постарались определить, что за конфликт у вашего сына, наверное, или у подростка, что за конфликт имеется. И постарались бы помочь ему этот конфликт разрешить. Вот, по сути дела, то, что я вам хотел сказать. Надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Надеюсь, что помог вам хоть немножко разрешить ваши проблемы. Я ему хоть немножко увидим какие-то пути, пути ее решения. Вот. И прежде чем закончить, мне бы хотелось сказать, что вы употребили такое слово, как помочь подростку. Видите ли, помощь всегда означает, что тот, кто помогает, лучше знает, что лучше для того, кому помогают. И в ситуации с подростком это приобретает очень-очень важное значение, потому что вам не нужно помогать подростку. Ибо он не нуждает, как таковой вашей помощи. Вам нужно понять, чего подросток хочет. И понять, что его беспокоит. И вместе с ним, именно так, разрешить противоречия, которые у него наблюдаются. Вот это нужно сделать. А не помогать человеку, догоняя его туда, куда он может быть не хочет. Для этого вам нужно понять его желание. Для этого вам нужно довоевать его доверие. Для этого нужно, чтобы он вам доверял. А для этого нужно признать, требовать от него то, чего он вам дать не может. На этом все. Надеюсь, что помог вам еще раз. Если остались вопросы, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!